доброго времени суток с вами да не на добро и сегодня я вам расскажу про linux mint и mx linux что же все-таки лучше мой взгляд лучше конечно же linux mint у него есть все-таки некоторые недостатки о которых я вам хочу рассказать у меня стоит linux mint 19 и 3 cinnamon версия основная их насколько я так знаю ядро 5 и 4 новенькая vime x linux у меня более старое ядро стоит так процессор можно посмотреть они 3 память у меня 37 гигабайт то есть 4 гига оперативки так также что я сделал после сразу установки это я выключу все эффекты и после этого уже сделал тест так так же тут у них есть удобный маркет это тоже плюс что очень хороший графический марки похож на google play по также тут у них есть вот так пакеты что тоже очень хорошо так как тут мы можем поставить кучу всяких новых приложений и за этими пакетами говорят будущее linux хотя так как этим так пакет и они устанавливаются на fedora то есть они универсальны почти на все линусы их можно поставить поэтому разрабатывают специально такие в общем пакеты которые позволяют работу которые могут работать на всех linux что очень удобно разработчикам в первую очередь а если разработчикам удобно то значит они будут быстрее делать версии для всех с минусов сразу потому что всего лишь нужно сделать одно приложение не надо делать под разные линусы и архитектурные он тоже потому что скорее всего она будет универсаль хотя это уже ладно что я еще заметил то что тут работает клавиши в инге по умолчанию конечно это плюс конечно относительный ну ладно также линус будет легче установить вот что я заметил конечно это и так монетно так как данная операционная система рассчитана на начинающих пользователей линукс и должна быть максимально удобный урезана функциональность рабочего стола то есть я не могу переместить даже значок куда-нибудь в другое место на другой рабочий стол ничего не могу сделать даже между собой поменять не могу это что такое за рабочий стол вырезанный пользователям windows я думаю такое не очень понравится на мой взгляд те кто пользуются вот этим рабочим столом для того чтобы сортировать свои файлы вот так же тут есть вот такая вот менюшка быстрого запуска то есть берем добавляем добавить на панель это у нас сюда добавляется а если мы хотим сюда добавить мы добавляем избранное избранное также тут еще можно удалить приложение вот он все очень просто настраивается есть либро офис по умолчанию по умолчанию вины нет то есть запустить windows узкие приложения нет возможности из коробки проверить как что работает также установил сюда одну игру игры тут тоже не было в общем многих приложений тут нет даже редактор дисков по-моему я тут не нашел который я по крайней мере обычно использую может есть какой-то другой диски какие-то но возможно что другое так и также я сделал небольшой тест сравнил amx и linux mint на удивление linux mint работает примерно так же как и mx то есть по производительности они примерно наравне то есть потребляет ресурсы например linux mint при загружке при загрузке системы сразу семьсот шестьдесят пять мегабайт а linux mint где-то семьсот девяносто один или восемьсот тридцать ну примерно так в прошлой версии мне было девятьсот двадцать мегабайт притом притом если учесть что я туда больше почти ничего не ставил кроме стима насколько я так помню такую для игру использовал потом потребление при да вот употребление при запуске в общем те же самые цифры то 900 мегабайт потребляет но при этом например если запустить супер к такси карту дать его гоночки так или нет легендарная в linux у нас потребляет система 158 гигабайт максимальная прям прям максимальных настройках конечно сегодня конечно fps проседал но он навсегда проседает в этой игре а вот в mx примерно то же самое и выходит вот то есть на удивление производительность данных систем примерно одинаково должен взять если браузер 16 это firefox разумеется и брал то что он и там и там стоит по умолчанию и как мы видим тоже разница небольшая вот 150 гигабайт и тут то же самое 15 ну нолик я тут просто дописал и тут два гигабайта как бы типа максимум это я видео на ю тубе смотрел в хайде и качестве вот это же разница как мы видим небольшая примерно но тоже на тоже выходит причем такое ощущение что даже mx немножко выигрывает так как у него только до 65 подниму подниму поднимать 5 потребления оперативной памяти вот то есть в целом операционной системы данные примерно одинаковые по потреблению ресурсов чтобы мне немножко удивило поэтому я возможно останусь на linux mint и не буду возвращаться на mx linux но это возможно еще я хочу конечно этот mx linux попробовать обновить поставить новую версию так как у меня немножко подустарел уже хотя и linux mint уже новый вышел 20 версия тоже бы обновить его и проверить сравнить с этим насколько лучше все стало вот и в целом то все на этом я заканчиваю свое видео надеюсь вам понравилось поставьте лайк подпишись подписывайтесь на мой канал решите какой все-таки linux вам больше нравится нужен ли вам этот рабочий стол потому что вот это вот очень нужно все-таки говорить сразу что вот это вот не работает тут потому что некоторые говорят вот вместо windows лучше ставить linux mint но вот это вот не работает и все как бы а многие этим не пользуются как мне кажется если вы не пользуетесь то и как я не создаете кучу файлов на рабочем столе то возможно вам данная операционная система очень понравится все до встречи в следующих видео